Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире ЕТВ. Программа о людях и делах компании «Газпромдобыча Ямбург» в студии Константин Портных. Сегодня в выпуске. Смотрите. «Ямбург, Нур и Заполярка. О культуре стильно, ярко. О профильной службе в Международный день культуры». Блок, толчок, удар «Маваши» победили в Москве наши. Каратисты компаний в тройке лучших в России. Вещи ваши, стенды наши. Новые экспонаты в музее «Газпромдобыча Ямбург». 15 апреля в мире отмечался Международный день культуры. За это направление в компании отвечает служба по культурно-массовой работе ППО «Газпромдобыча Ямбург-Профсоюз». Как артисты, методисты и режиссеры пережили онлайн-режим, над чем работают сейчас и что планируют, знает Алмаз Абдельманов. Он пообщался с ними в Новом Ирингое, Ямбурге и Новозаполярном. Что из этого получилось, давайте посмотрим. Рабочий день специалистов службы по культурно-массовой работе начинается с планерки. На повестке актуальны вопросы, связанные с майскими праздниками. Сейчас артисты готовятся ко Дню Победы и заодно приглашают работников общества на литературный марафон по прощению бессмертного произведения Александра Твардовского, Василий Теркин. Для участия в акции необходимо прислать заявку на электронный адрес Максима Кривоносова. Кстати, о Максиме. Он трудится в компании уже больше года, поэтому Международный день культуры для него больше, чем просто праздник. Для меня этот праздник в первую очередь даже не профессиональный, а душевный, потому что культура – это часть жизни, это образ жизни, это то, с чем я просыпаюсь, чем ложусь спать. И вот уже на протяжении очень многих лет, так сказать, культура шагает со мной в одну ногу. Методисты, звукорежиссеры, фотографы, ведущие артисты и хореографы. В службе по культурно-массовой работе ППО «Газпром Добычи Ямбург Профсоюз» трудится около 50 человек. Многих из них знают не только в городе, но и далеко за его пределами. Особенно хорошо зрителям знакомы ребята из «Экспром Дэнс Фэмили» – проекта, который был образован в 2010 году. В нем занято более 80 ребят в возрасте от 5 до 17 лет – юные артисты, призеры и победители многих всероссийских соревнований. А в мае 2019-го ямбургские танцоры завоевали два первых места на 8-м корпоративном фестивале «Факел», финальный тур которого прошел в Сочи. За всеми этими победами стоит желание детей, поддержка родителей и труд педагогов. Я люблю свою работу. Меня вдохновляет все, что с ней связано. Мои дети, моя команда. Мы творим каждый день. И без вдохновения, конечно, никуда. Мне нравится, чем я занимаюсь. Я работаю балетмейстером. Это огромный труд, в первую очередь, для самих танцовщиков. И, конечно же, зритель должен получать удовольствие от того, что происходит на сцене. И ни в коем случае он не должен видеть усталость, все, что за плечами у этого танцора, который сейчас находится на сцене. Здесь всегда царит атмосфера праздником. Пока одни пишут сценарий, другие учат тексты. Каждый занят своим делом. Кажется, что у культуработников не работа, а сплошное веселье. Однако за этим стоит огромный труд. Бесконечные репетиции, поиск материалов и бессонные ночи. Но, несмотря на все сложности, они преданы любимой профессии. Для меня вообще-то культура и праздник культуры. Это праздник всего прекрасного на земле. Потому что, ну, когда-то вот борясь за то, чтобы культура стала чем-то всеобъемлющим, даже вот тот же всемирно известный живописец Николай Рерих, создавая флаг мира, сделал тире флаг культуры. Наверное, поэтому для меня культура – это тире прекрасное, равно созидание, равно мир. Специфика нашей работы такова, что в основном мы занимаемся тем, что устраиваем праздник для других, для других людей, людей других профессий, людей других начинаний. И тут же есть возможность поздравить коллег, возможность почувствовать себя какой-то большой семьей, выполняющей одну работу. За много лет в службе сложился профессиональный и дружный коллектив. Благодаря им в Новом Уренгое и вахты в поселках проходят интеллектуальные и музыкальные игры, литературные гостиные и праздничные концерты. Они всегда идут в ногу со временем, даже находясь вдали друг от друга. Быть работником культуры – значит стараться всегда, находить что-то новое, необычно, удивлять всех окружающих. Главное в нашей профессии – дарить людям радость, позитив и положительные эмоции. Что мы и делаем на протяжении стольких лет вместе с моим любимым коллективом единомышленников под руководством Просоюзного комитета общества. В 2020-й для культурной среды «Газпромдобыча Ямбур», как и для всей страны, был непростым. Однако, несмотря на все трудности, произошел прорыв. Многие запланированные проекты стали доступнее благодаря новым технологиям. Концерты, интеллектуальные и спортивные игры перешили в онлайн-режим. Вахтовые и городские работники даже в самое сложное время не остались без развлечений. И все это благодаря им. Мы освоили новые технологии, мы научились много чему новому. Мы вышли в онлайн и планируем при проведении праздников в дальнейшем, когда жизнь войдет в свое привычное русло, использовать полученные навыки для охвата большей аудитории. Здесь трудятся люди, которые отдаются работе без остатков, потому что по-другому не могут. Сегодня весь творческий коллектив культуры работает над новыми идеями и проектами. С предметом культурологии разбирались Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов, Владимир Осихин и Николай Рыбалко. Новый Ринго, Ямбург, Новозаполярный. Специально для ЯТВ. В завершение сюжетного блока о спорте. На выходных в тундре северной части Нового Уренгоя было многолюдно. Что случилось? Случилась Ямальская лыжня 2021. В массовой гонке участвовали и работники «Газпромдобыча Ямбург». Уровень подготовки не так важен. Главное – заявиться и выйти на старт. Про тех, кто встал на лыжи. Юлиана Драга. Можно сказать, что они дорвались. Любители и профессионалы лыжных гонок долго ждали весны и послаблений самоизоляции, чтобы прокатиться с ветерком и с соперниками. Традиционные соревнования «Ямальская лыжня» проходят уже в десятый раз и ежегодно позволяют участникам совершенствовать спортивные навыки, укреплять здоровье и бороться за лидерство. Я хочу вам всем пожелать удачного старта, замечательного финиша. И самое главное – это вера в свою победу. И здоровый образ жизни – в этом есть и сила, и уверенность в будущем. Аврора! Соберитесь! Не уступали лыжню и юные спортсмены. Это массовый старт школьников, которые бегут один километр. Среди них есть дети работников общества. Аврора Расихина уже как полгода уверенно стоит на деревянных двоих. На Ямальской лыжне она впервые, а на Новуренгойской – каждую неделю. Бороздит трассу с инструктором и членами лыжного клуба «Факел». Мы три раза в неделю занимались. Нас учили быстро бегать и кататься на лыжах. Я очень хорошо настроена и пытаюсь победить на сто процентов. Следующими стартовали мужчины и женщины 40+. После выстрела залпового пистолета сразу проявились лидеры. В первых рядах среди белькающих в тундре фигур бежит Александр Пономарев, заведующий отделением медико-санитарной части в Новозаполярном. Межвахтовый отдых позволил ему поучаствовать в соревнованиях и выиграть гонку. Александр первым преодолел два километра с заметным отрывом от других участников. До этого я выступал в городе Урай, Хантамансийского автономного округа, где проводилась ежегодно лыжня России. И, конечно, на Егорский марафон я не успел попасть. Я надеялся занять призовое место, но не ожидал, что займу первое. Это для меня, ну, очень, как говорится, большое вознаграждение за столь длительные и упорные тренировки. Александр делится впечатлениями с коллегами из «Газпромдобыча Ямбург». Им есть что обсудить. Все они с детства увлекаются лыжами и пришли сюда, потому что соскучились по зимним видам спорта. Впереди самый захватывающий забег. Это мужская гонка на 5 километров. Скорость серьезная, соперники сильные. Это первый полноценный старт у меня в этом году. Лыжами я занимаюсь уже с 2003 года. Максимально, сколько я бегаю, это 50 километров марафон классикой. Выиграть старт важно, но куда сложнее сохранить стабильный бег и правильно распределить силы. Тем более, что на длинной трассе есть все возможности для интенсивной тренировки. Крутые повороты, подъемы и спуски. Опыт лыжных гонок помог еще одному работнику общества – Юрию Степаненко. Пробежал сегодня в удовольствие, зарядился эмоционально и не отстал от лидеров. Давно-давно, в 2000-х годах, был в сборной района на окружных и российских соревнованиях выступал по лыжам. За хмалу получается. Это же всегда здорово, всегда интересно здесь такие эти люди, познакомиться, можно посмотреть. Сам азарт – это вообще очень классный адреналин появляется хоть какой-то. Зимний спортивный сезон открыт, и он уже подходит к концу. Это главный повод, чтобы навострить лыжи в тундру и пробежаться по хрустящему снегу с ветерком. Юлия Надрага, Дмитрий Шолохов, Новый Уренгой. Далее в выпуске традиционный блок коротких новостей. Компания «Газпромдобыча Ямбург» – традиционный партнер регионального этапа всероссийского конкурса проектов дошкольников и младших школьников «Я-исследователь». Конкурс прошел дистанционно, участники выступали из своего города или поселка, другие их слушали и в прямом эфире задавали вопросы. За презентациями детей следили члены экспертных комиссий в нескольких секциях – математика, физика, техника, естественно, научная, живая и неживая природа, гуманитарный блок. 2021 объявлен Годом науки и технологий и «Газпромдобыча Ямбург» решила наградить грантами пять образовательных проектов из Нового Уренгоя с технической направленностью. Эти учреждения получат по 200 тысяч рублей. «Газпромдобыча Ямбург» всегда стремилась к лидерству именно в инновационных технологиях. У нас активно поощряется рационализаторская, изобретательская деятельность. И, конечно, если мы говорим об активном вовлечении молодежи в научное творчество, научно-техническое творчество, то начинать надо с самых ранних лет, буквально с детского садика. Корпоративный музей «Газпромдобыча Ямбург» пополнился новыми экспонатами. Памятные вещи передали работники управления геологии, разработки и лицензирования месторождения предприятия. Пробы горных пород, извлеченные при бурении скважина, ачимовские отложения, образцы нефти, рулетка 69-го года выпуска из арсенала строителей первой ямбургской скважины «Р-2», защитные очки участника экспедиции глубокого бурения, армавирского управления буровых работ и другие предметы, которые хранят в себе частичку истории освоения легендарного газового гиганта. Сегодня музейный фонд «Газпромдобыча Ямбург» насчитывает около 5000 экспонатов. Это подлинные документы, фотографии разных лет, предметы бытовых товиков, строителей и коренных жителей Севера, археологические находки, производственные макеты, награды. Благодаря людям трепетно, относящимся к сохранению памяти о трудовых подвигах первопроходцев и других вехах развития предприятия, коллекция постоянно пополняется. Мы занимаемся контролем за разведочным бурением, и кое-какие экспонаты у нас остаются, чтобы не выбросить их в мусорку, мы хотим передать, чтобы это как память была. Кому-то будет это интересно, я думаю, молодежь будет смотреть, чем работали люди 80-х, 90-х, сейчас, в современное время. Для музея, я думаю, и для общества это будет интересно. В Большом зале КСК в Новозаполярном состоялось выступление артистов и самодеятельных коллективов, посвященные космосу. Тема выхода советского человека на орбиту Земли 60 лет назад воплотившаяся в миллионы популярных проектов технологических, фантастических, музыкальных, отразилась и в Заполярном сценарии. Дидье Моруани, группа «Зодиак» и «Земляне» – лишь малая часть, которой организаторы украсили выступления артистов. Хорошо, видимость хорошая. Отличный взор, взор видно. Красота. Сценки, знаменитые высказывания ученых, песни, свет, звук, кнопки на пульте, космос, которые устроили на сцене бывшие пионеры, воспитанные научной фантастикой, люди страны с безграничными возможностями. Были и утренники в школах, это были стенды, это были стенгазеты, это были вечера. Мы на этом росли, и я говорю, вот эта эмоциональная, патриотическая какая-то гордость за то, что мы сделали, за первый полет человека, за все вот эти вот достижения, она в нас уже как бы впитана, и хочется это передать другим, и хочется это вспомнить, напомнить, а тем более нашим молодежим. В Московском центре боевых искусств состоялся чемпионат России среди мужчин и женщин по кёкусинка карате. Турнир прошел уже в 31 раз, в нем приняли участие около 700 человек со всей страны. В честь «Газпромдобычи Ямбург» защищали два спортсмена, это работники филиала службы корпоративной защиты Виталий Ишахнелли и Александр Томилов. По итогам соревнований чемпионом России среди мужчин в супертяжелой весовой категории свыше 90 килограммов стал Виталий Ишахнелли, а бронзу среди мужчин весовой категории до 70 килограммов завоевал Александр Томилов. По словам спортсменов, несмотря на все трудности, волнение, преодоление себя и даже травмы, каждый выложился на 100%. Теперь каратисты готовятся к чемпионату Европы, который состоится осенью. Турнир был очень хороший, тяжелый, естественно. Соревнования это всегда трудно. Бои прошли хорошо, подготовились очень хорошо. За это спасибо огромное, естественно, нашему тренеру, наставнику Ибрагимову Александру Александровичу. Ну и, соответственно, спасибо, хочется сказать, руководству, что нам дают возможность выступать и готовиться к таким соревнованиям. Это была последняя информация выпуска. Смотрите нас на нашем канале в YouTube, ссылка на экране. Конечно, подписывайтесь. В студии работал Константин Портных и до новых встреч на Ямбург ТВ. Субтитры подогнал «Симон»